Шрису Тагасвами сказал, Драупади увидела Ашватхаму, связанную веревками, как животное. Он молчал из-за совершенного им позорного убийства. Обладая кротким нравом, природой, добротой и женской мягкостью, природной, добротой и женской мягкостью, она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать Браману. Шрису Тагасвами сказал, Драупади увидела Ашватхаму, связанную веревками, как животное. Он молчал из-за совершенного им позорного убийства. Обладая кротким нравом, природой, добротой и женской мягкостью, она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать Браману. Комментарий Шрила Прагупады. Шрила Прагупада. Ашватхаму осудил сам Господь. И Аржуна обещался, общался с ним как с преступником, а не как с сыном Брамана и учителя. Но когда он оказался перед Шримати Драупади, она хотя и скорбела о своих сыновьях и видела перед собой их убийцу, в силу своей природной женской мягкости, не смогла удержаться и оказала ему почтение, которое надлежит оказывать Браману или сыну Брамана. По своим качествам женщины похожи на детей, поэтому они не обладают способностью отличать дурное от хорошего, присущий мужчинам. Ашватхама оказался недостойным сыном Брамана, Дроначарьи, и потому был осужден высочайшим авторитетом Господом Шри Кришны. Тем не менее, мягкосердечная женщина не смогла удержаться от естественного проявления уважения к Браману. И сейчас еще женщины из индуистских семей оказывают должное почтение людям, принадлежащим к асти Браманов, какими бы падшими и отвратительными Брама банху они ни были. Мужчины же стали выступать против Брама банху, которые родились в семьях настоящих Браманов, но по своим поступкам занимают положение ниже шудр. В этой шлоке употребляются специфические слова «Вама свабхава», что значит «мягкое и доброе по натуре». Добрые люди все воспринимают очень легко, чего нельзя сказать о людях, с ординарными умственными способностями. Но в любом случае мы не должны поступаться рассудком и способностью отличать хорошее от плохого только ради того, чтобы прослыть мягкосердечными. Человеку следует быть разборчивым и видеть вещи такими, какие они есть. Мы не должны уподобляться мягкохарактерным женщинам и принимать то, что не истина. Добросердечная женщина могла оказать почтение Ашватхаме, но это еще не значит, что он был подлинным Браманом. Шрисута Гасвами сказал, Драупаде увидела Ашватхаму, связанного веревками, как животное. Он молчал из-за совершенного им позорного убийства, обладая кротким нравом, природной добротой и женской мягкостью. Она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать Браману. Наказание сына Дрона, как он называется. Когда рассказывался Бхагаватам на Мишарании, в какой-то момент Шукадева Гасвами потерял бдительность. Потерял бдительность и начал рассказывать Кришна Лилы. Он хотел немножко, просто чуть-чуть задеть там какую-то часть маленькую, чтобы как-то осветить для людей, которые там забрались, для мудрецов, для полубогов, для всех, кто там был. Все ждали суть, просто все ждали суть, потому что Парикшит сидел на берегу у стоп своего гуру. И его вопросы, они касались только самоосознания. Он так думал, говорит, расскажи мне о чем-то важном, потому что мне осталось жить семь дней. Всего семь дней. Остальное уже ничего не волновало. Он хотел что-то ценное услышать, узнать. Что нужно человеку в преддверии смерти? И все собравшиеся мудрецы, они ожидали, что Шукадевы Госвами начнёт давать глубину веданты, то есть философию глубокую. Как оставлять этот мир, как избавляться от долгов, от привязанностей разных. Много-много чего ожидали они. И в принципе Шукадевы Госвами начал рассказывать суть. Но потом в какой-то момент он просто чуть-чуть думал, переключусь немножко на том, что есть Кришна, Верховная Личность Бога, Асадеева. Потому что не упоминать Кришну, это значит ни о чем не рассказывать. Что веды здесь зашли из уст. Из уст Кришны. Кришна это просто, как бы веды, это его дыхание. Они вышли просто и всё. И мы сейчас не можем дышать просто из-за этого. Если у нас не будет знания о жизни, мы просто не сможем по-настоящему жить. Мы будем как Брама Бангу. Просто мы будем как подобие просто мудрецов, подобие умных людей. Это подобие. И Шукадева Госвами думал, сейчас чуть-чуть просто о Кришне скажу, немножко просто, что это от него всё исходит. И в это время он как только произнёс имя Кришны, он потерял бдительность и его понесло. Его понесло, он начал рассказывать о Пандавах, он начал рассказывать о том, что произошло на Куркшетре, как они там собрались, и в общем как, и в общем всё-всё-всё, начал собирать уже. И он вошёл в этот экстаз, в этот блаженство. И потом он приложил максимальное усилие, чтобы хоть как-то остановиться всё-таки. Очень сложно остановиться, когда, например, даже мы рассказываем о какой-то ситуации, которая нас впечатлила очень сильно. Бывает сложно. Я один раз такой Бхагават слушал. Один раз это было давно, в 2003 году я помню этот год. Когда один преданно начал рассказывать Бхагават, и он буквально через, наверное, может быть, минуты через три уже, он начал приводить примеры жизненные из своей жизни, из жизни других преданных. Он просто начал примеры приводить, и он в течение полутора часов весь Бхагават рассказывал только примеры и всё. Примеры, примеры. Он один пример, другой, а вот это там, а потом вот это, а потом вот это, а вот ещё пример. И просто человек был впечатлён вот такими реальными событиями в жизни, от которых просто он черпал вдохновение. И Шукадевага с вами, он черпал вдохновение от Кришна-катхи. Ему не хотелось давать эту философию в этот момент, когда он погружался в Кришна-катху. Он потом приложил усилия, чтобы остановиться и продолжить. И вот эта часть Бхагавы, наверное, единственная в самом начале, в первых девяти песнях, из девяти песен, в первой песне, где рассказывается о Кришне непосредственно. Хотя, казалось бы, нужно было рассказывать о других вещах относительно нашего существования, здесь о творении. и потом он будет рассказывать, как творился мир материальный, как Махататва появилась, то есть как население произошло этого всего, как рождение происходит души в этом мире, как её мыторство в чреве матери, как она переживает это всё, как она потом выходит оттуда, потом попадает в эту ловушку, и потом приводятся примеры разные, наподобие аллегорических историй о царе Пуранджане и так далее. В общем, потом о строении Вселенной, и, в общем, так Шукадава Госвами будет терпеливо рассказывать до десятой главы, просто терпеть мудрецов и Шукадава Госвами, потому что он попросил, но также он знал, что в будущем люди могут потом получать большой опыт, опыт жизненный, просто читая Пагаватам, пересказы мудрецов и так далее. Но вот эта часть очень сокровенная в самом начале, тем самым показывает, что если в нашей жизни нет привязанности к Кришне-катхе, наша жизнь не будет полноценной. Мы будем чувствовать ущербность какую-то. Предно, если слышит рассказы какие-то, если там нету повествования о Кришне, ему неинтересно, он уходит. Он уходит, он боится, он боится впускать свои ушные раковины, говорится, с змеей, что эти змеи вползут в наше сознание и разрушат его потом. Надо охранять эти отверстия. Туда впускать только Кришна-катхуле, то, что связано с Кришной. В нашем случае, то, что связано с преданным служением. Мы впускаем это туда. Во всех остальных случаях есть вероятность, что человек просто впечатлится чем-то, какой-то историей из жизни, он просто впечатляется. Это наша просто особенность такая. Когда мы рассказываем людям о своих каких-то деяниях, у нас тоже есть деяние, мы привыкли это рассказывать, потому что там мы находимся, то есть мы непосредственно там играем какую-то важную роль. И когда мы начинаем рассказывать людям, мы передаем эту силу впечатлений людям. Люди впечатляются и потом кому-то тоже рассказывают нашу лилу. Они думают, это сейчас центральная лила моего дня. Не сегодня расскажут, и завтра расскажут кому-то в подтверждении. Если видят, что люди слушают внимательно, он будет еще рассказывать что-то. И от чего же это внимание появляется у людей? От шакти рассказывающего. Если он впечатлился, когда слушал, он таким же впечатлением будет рассказывать это все. Понаблюдаем. Давайте понаблюдаем. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-то зазубривал анекдоты? Нет, просто один раз послушали и все прям четко. Более того, не просто. Мы еще приукрасить можем анекдот. Да, почему мы так легко запоминаем? А шло, Кузьбага, там просто не можем месяцами выучить. Просто. Просто вот две строчки просто не можем выучить. А потому что мы очень сильно и внимательно туда вкладываем вот это шакти внимание. Просто мы впечатляемся, как мы представляем прям что происходит. Это легко у нас потом откладывается в памяти. Мы потом так же легко пересказываем. Но шлоку мы не можем запомнить. Потому что мы не знаем о чем здесь у вача. Может быть мы еще поймем у вача. Что-то столько уже много раз мы читали у вача. Но вот и все остальное еще часа, ха-хат-тя-ся, банд-га-на-яна. Непонятно о чем. Но говорится, шлоки открывают как бы окна в духовный мир. Просто произнеся шлоку может открыться пространство. Развергнуться прям здесь просто звуковой вибрацией. Прям здесь может открыться лива, которая в этой шлоке отображена. Просто нужна вера, нужны знания. Мы поэтому читаем Бхагаватам для чего? Мы читаем для того, чтобы в конце концов осознать, что в этом мире для нас ничего ценнее не может быть, как просто изучение Бхагаватам. Потому что вся наша жизнь должна основываться на Бхагаватам. Бхагаватам — это суть, это фундамент нашей жизни. Прагупада говорил, что мы храм устроим только для одной цели. Изучать Бхагаватам. И жить по Бхагаватам. Изучить и жить. Кришна специально нам создал такую ситуацию, чтобы мы могли погружаться, потому что, если этого не будет, наш ум все равно найдет какие-то другие Бхагаваты. Он просто, он как пылесос, он хочет напитываться, напитываться какими-то впечатлениями. Вот мы когда Бхагаватам начинаем изучать, мы очень сильно можем впечатляться вот этим всем. Как, например, вот Драупади, как она могла образованная, образованная женщина, очень образованная, мудрая, целомудренная, чистая просто, зная вот этот порочный поступок Ашватхама, она тем не менее выражает ему почтение. Можем поразиться ее чистотой, ее вот этим состраданием, милосердием. И когда Арджуна уже хотел просто снести ему голову, Драупади остановилась, сказала, подожди, подожди. Что остановило ее? В чем оно заключалось? То есть как в ее, как бы в ее сознании вырисовалась эта проекция милосердия? Откуда она? То есть должна быть причина этого милосердия? Может мы там, как-то я помню, материнское, что-то она говорит, мы потеряли сыновей, да, представить горе его ума. Да, то есть она встает на позицию не себя уже, она встает на позицию матери, она сама мать, она встает на позицию матери и думает, как сейчас мать будет без сына просто. Неважно там какой сын, но как мать себя будет чувствовать? Она сама мать, она это пережила от пятерых сразу потерять. А тут, представляете, один вроде бы, но у нее такая же самая боль. Вот это сострадание. Это сострадание. Мы тоже самое можем делать, мы можем думать, как эти люди страдают, они просто не знают ничего о Кришне. Люди ходят, ничего о Кришне не знают, абсолютно ничего. Хотя они его ищут все, просто не понимают этого. Если у нас это будет сострадание, мы только об этом и будем думать, как спасать этих людей, как пробуждать их. Если мы не пробуждаем, не говорим людям о Кришне, у нас нет сострадания. у нас нет этого ничего. Но без сострадания мы не сможем заниматься деятельностью нашей по-достойному. Бхагаватам изучаем, вот здесь этот пример могущественный, Драупади, как она это сделала. Она объяснила и всех успокоила. Аржуна был в смятении, он не мог понять, он не мог понять, как так вообще, я вообще это должен, это же мои дети были, я просто пообещал, как, и Кришна говорит, давай, Аржуна, что-то придумай, чтобы удовлетворены были все, и Драупади была удовлетворена, и Матерь Шватхамы была удовлетворена, Кришна говорит, и я должен быть удовлетворен, и ты тоже должен быть удовлетворен, что-то вот придумай. Аржуна был в смятении, как так можно вообще? В конце концов, конечно же, разум у него преобладал, он нашел решение и сделал свое дело, они вырезали у Ашватхамы здесь, у него камень был могущественный, который позволял ему обладать могуществом мистических совершенств разных, лишили его, и более того, Кришна его так же проклял, сказал, ты не сможешь умереть, даже если ты захочешь, ты будешь всегда страдать, всегда страдать, и ты будешь мечтать о смерти, и не сможешь умереть, будешь скитаться по этому ему. Говорят, что Ашватхама до сих пор скитается, скитается, так и не может умереть, просто страдает. Бхагаватам очень удивительны тем, что наше сознание затягивает к себе, он забирает его просто, он его превращает в сознание Кришны. Если просто начать читать Бхагаватам, можно не остановиться никогда. И этого мы хотим на самом деле, мы хотим туда нырнуть просто. Я удивился, когда один раз, не знаю, может быть, года три или четыре назад я попал в общество очень возвышенных ващнавов, духовные учителя были, старшие ващнавы такие уже давно, которые занимаются практикой духовной, и мы разбирали одну структуру жизни, вообще проповеди нашей развития миссии. И там один ващнав начал на доске чертить схему одну. И какое мое удивление было, когда я увидел, что основа всей этой схемы, которая касается вроде бы современной нашей действительности, развития, то есть сознания Кришны в мире, как мы можем организовывать эту структуру, вырабатывать стратегию развития миссии. Как я был удивлен, когда увидел, что фундаментом этого всего, на чем основывается вся наша миссия, является Шимат-Багаватам. Подвел черту прям и четко поставил определение, ударение на это, что Шимат-Багаватам является центром всего этого. Я сначала не мог никак понять, при чем Шимат-Багаватам. Потом придет понимание ко мне постепенно, по милости духовного учителя, он там сидел в это время. Пришло понимание, что на самом деле вся наша жизнь должна основываться на Шимат-Багаватам. То есть мы должны черпать оттуда наслаждение, источник знания, который нам просто нужен, как вода, как вода для тех, кто хочет сильно пить, ни о чем не думает, кроме как о воде. И наша жизнь, она должна таким же образом строиться, мы должны думать о Багаватам. Есть у меня время изучить хотя бы один стих, чтобы понять его просто. Хорошо, если мы прочитаем несколько стихов, но самое ценное, что есть Шимат-Багаватам для нас, это, конечно же, комментарии Шилы Прагхупады, потому что он адаптирует для нас Багаватам. Понять Багаватам без комментариев Шилы Прагхупады невозможно. Более того, первые песни Шимат-Багаватам, особенно вот эта, она написана под диктовку, под диктовку Рупа Госвами, Шилы Прагхупада сидел во Вриндауне в Радхадамадаре в храме и под диктовку из Самадхи Рупа Госвами он в Самадхи находился, сейчас находится, и Прагхупада под его диктовку писал просто все комментарии, поэтому они такие сладкие, первые песни, они очень сладкие, они такие глубокие, там почти что всю суть Прагхупада раскрывает для нас непосредственно, для людей Запада, для людей Калиюги, потому что Рупа Госвами он знает наше чаяние, то есть насколько мы вообще жаждем этого и также насколько мы ну просто неудачливы, мы не сможем понять глубину никакую, и вот Прагхупада просто под эту диктовку понимал, он как бы, не то чтобы он тренировался, он набирал навык, как потом дальше остальные Багаватам писать, потому что все остальные Багаватам, Прагхупада уже писал не под диктовку такую прямую, он уже на Запад уехал, он уже начал ездить просто, но тем не менее у него был опыт хороший, полученный вот в самом начале изучения, ну как повествования под диктовку эту, он просто понимал, что вот именно в такой форме нужно для людей Запада доносить эту глубокую науку, хотя мы знаем, может быть и видели, может быть кто-то был, обычно это перед Картикой, по-моему, или в день, даже Картики, в первые дни Картики, Сапто-Шати есть, это такие, Сапто, это ну 7, да, 7 дней, Шукадо Вагасвами давал Бхагаватам, в Индии до сих пор, в эти 7 дней, когда давал Шукадо Вагасвами Бхагаватам, в этот день, раз в году в Индии, в некоторых местах профессиональные штицы декламируют Бхагаватам, с утра до вечера, вот они после завтрака приходят, садятся, много людей собираются, там микрофоны, там я помню, что 7 дней в Риндаван вместе, весь в этих микрофонах огромных, и просто прям на хинди, просто профессиональные чтец просто поет, рядом сидят музыканты, пропоет несколько шлок там или несколько глав, и потом дает комментарий свой, или читает их, или просто погружает людей, погружает, погружает, вот такая культура, она просто до сих пор несет людям возможность соприкасаться с Бхагаватам, хотя они профессиональные чтецы вроде бы как, но тем не менее, они дают возможность людям опять напомнить о сути жизни, наша жизнь, она должна основываться на возвышенных идеалах, и поэтому нужен пример, и пример в Бхагаватам он просто очевиден, весь Бхагаватам просто плещет этими примерами, там что не личность, то там просто герой какой-то, что не личность, что там маха Бхагавата какой-то, да, если мы когда вот в это погружаемся, мы будем жаждать, не останавливаться, мы будем думать, зачем все остальное, вообще нам нужно, Шукадева Гасвами когда давал Бхагаватам никто не ел, не спал, 7 дней, даже никто не ел, не спал, все слушали, потому что все были сыты, чувства насыщенные были просто, не было, и какая причина, почему люди едят, почему люди спят, какая причина этого, давайте разберем, не читаем Бхагаватам, главная причина, конечно же, да, это беспокойство в уме, нехватка, чего-то не хватает, и ум ищет что-то, ищет, ищет там, там, он думает, там я сейчас удовлетворюсь, деньги, я думаю, еда, там, какому-нибудь, секс, какому-нибудь, власть там, какая-нибудь, там, в общем, поли, неважно, я должен чем-то, ну, удовлетворяться, но ум это как бездонная просто бочка, его никогда, его просто не удовлетворишь, поэтому люди едят, чтобы удовлетворить ум, говорится, человек, если удовлетворен, ему не нужно кушать, наш организм, он настолько совершенный, он сам может просто любой фермент материализовать, вообще, вот, йоги сидят там сотнями, тысячами лет сидят просто, и ничего с этим телом не происходит, поддерживается все, потому что Кришна внутри, Параматма в сердце, сама может все это сделать, если ум удовлетворен, сам же ум это все, и там все трансформировать будет, но так как люди забыли свою природу, вот эту духовную, забыли все знания, это забыли, и не знают теперь могущества, ума, приходится это черпать извне, еда, сон, спим, восстанавливаемся, просыпаемся, едим, потом целый день, растрачиваем всю энергию эту, и вечером опять едим, ложимся спать, опять восстанавливаемся, и так с утра до вечера, каждый день за днем, день за днем, просто растрачиваем свою жизненную силу, но если человек удовлетворен, признак будет такой, он меньше ест, меньше спит, а потом Прохпад говорит, вообще от этого откажитесь, сведите к минимуму, а потом вообще откажитесь, потому что придет время выйти из тела, и не дай Бог у тебя останется желание, вот это есть спать, значит ты вернешься обратно, значит ты не справился со своим умом, он так и остался твоим командиром, в этом беда, вот предные они вот так поглощаются в баг, они читают, изучают, и в это время ничего не хотят, можно вспомнить нашу юность, каждый наверняка в юность влюблялся, по-настоящему, в 15, в 16 лет, в 17, и что, о еде вообще никто не думал в это время, думали о своей второй половине, как провести время, как встретиться, как там созвониться, или что-то там, не знаю, я не знаю, тогда может быть телефонов еще и не было в то время, тогда, но когда, по крайней мере, здесь все взрослые, но вот эта юность, она вообще о еде никто не думал, почему, потому что ум удовлетворен был жизнью второй половины, а сейчас нам приходится, конечно же, этим пользоваться всем, всеми этими ресурсами, Схуды Прагхупада сравнивает здесь женщин с детьми, это они как дети, простые очень, очень простые, и говорится, что мы должны стать такими же, как дети просто, в каком плане, простыми, потому что в духовном мире все просто, все просто, сложно сейчас здесь, просто в этот мир, он никак, он просто не отражает действительность настоящую духовную, все усложнилось, все очень, настолько сложно, что сейчас мы просто пользуемся дополнительными какими-то средствами, чтобы как-то в этом мире, устояться, если мы понаблюдаем, то эта энергетика, которая сейчас как бы развилась, нашим сознанием людским, мирским этим, она настолько усложнила нашу жизнь, что простые вещи мы уже не видим, не замечаем просто. Если, например, взять человека 50 лет назад, который жил здесь на земле, в деревне в какой-нибудь, и вот сюда вот этот ритм его поместить, он с ума сойдет просто, он с ума сойдет просто, он не выдержит этих натисков, могущества вот этой, ну, сконцентрированной там агунной энергии, то есть все так сложно, он не выдержит просто. Время сжимается сейчас такой силой, что мы не успеваем даже просто понять, как день пролетел, мы только проснулись, уже отдыхать надо, только закрыли глаза, уже открываем, надо опять куда-то идти, что-то делать. Бежать еще. Еще бежать надо, не просто идти, а бежать надо. Это время сжимается сейчас, очень сильно сжимается. Почему? Потому что Господь Италий пришел на планету. Духовная энергия опускается на планету, время сжимается материально, и все, оно выталкивает, оно выталкивает просто безбожие отсюда. И люди, которые находятся в этом настроении безбожном, они торопятся всегда, бегут куда-то и просто не знают вообще, как просто, знаете, как загнанные звери, которые знают, что сейчас с ними что-то произойдет, с ними кто-то их просто накажет или просто обезглавит, неважно, лишит чего-то. Люди мечутся, мечутся, хотя им кажется, что они что-то ценное ищут, на самом деле нет. Сила времени их заставляет двигаться. Потому что у людей материальный разум настолько оскверненный. Духовного разума там нет, но материальный разум есть, но он настолько оскверненный, что он ставит перед собой ложные цели, ложное просто все. Потому что наша цель жизни у каждого из нас, она формируется в разуме. То есть нас сила разума ведет постоянно куда-то, толкает прям просто. И все. Так как у людей это все разбалансировано, у людей тамос просто, просто тамос с раджесом просто перепелились. И разум, так как он тоже находится в этой гуне невежества и в страсти, он ставит ложные цели. Ложные. И причем не просто ставить цели, он еще толкает туда живое существо. Догоняй, строй, добывай там, что-то развивай просто. И человек думает, что это и есть реальность. Потому что наша концепция жизни, она в разуме у нас. Все, что у нас в разуме находится, нам будет казаться, что это реально все. Иначе мы не сможем жить. Иначе у нас не будет энтузиазма действовать. Этот энтузиазм, он тоже в разуме у нас. Мы смотрим на других людей через призму ума, берем информацию. Так как у людей есть зависть, они завидуют, разум это все трансформирует и говорит, теперь и ты это делай. Вот тебе то, вот тебе это, вот тебе это. Давай. И люди опять устремляются в эти гонки просто. Бешеные гонки по лабиринту, вечному лабиринту скитания души. Потому что человеку свойственно просто быть активным. Почему? Потому что душа активная по природе. Она динамична, она хочет служить Кришне. Она от этого черпает безграничное наслаждение. Безгранична. Она в это время напрямую связывается с источником и черпает это все. И она не может просто сидеть и ничего не делать. и она хочет быть активной. И так как нету знаний у людей, люди все равно становятся активными здесь. Но он просто двигается не в том направлении. Помимо того, что мы изучаем священное писание, черпаем оттуда вдохновение в виде знаний, в виде примеров разных. Мы также должны, конечно же, общаться с садхум, то есть с людьми, которые живут по бхагаватам. В нашем случае это Шрила Прахупада. Вот мы когда его изучаем, это значит, что мы в это время с ним общаемся. Мы общаемся как? Мы просто слушаем. Слушание — это тоже часть общения. Важная часть общения. Не так, что мы общаемся, это значит, что мы тоже говорим. Как сейчас пригласили меня на встречу с духовным лидером города. Там есть. Это не в этом городе я сейчас был. И там есть несколько духовных традиций разных направлений. И таких основных. И у каждого направления есть лидер. И среди этих всех лидеров они как бы выбирают председателя этого духовного комитета города, ну, республики и вообще этого края. И они пытаются сформировать некую какую-то единую основу духовную. Что нереально сейчас для людей. Потому что есть ложный эгоизм, ложное представление «я и моё вот это». И каждый считает, что его традиция главная, важная. Все остальные, они как-то, может быть, тоже есть. Но они потом уже, после меня. Ну, вот у него задача сейчас это все объединить. Ему сложно это сделать. И он как-то узнал, что идут лекции. Он узнал организаторов. Попросил встречу, как бы устроить. Попросил, чтобы, ну, встреча основывалась на том, чтобы он хочет обсудить сам принцип объединения. То есть, как это можно сделать. Коли вы духовный человек, наверняка у вас есть какая-то концепция, как это делать. Когда мы встретились, наверное, 95% времени он говорил. Мне пришлось просто слушать, и все. И когда я начинал что-то говорить, просто, он так и не задал ни один вопрос. Он просто говорил, говорил, говорил. Знаете, вот просто все в одну кучу собралось, все просто, там все, вот, куча просто, знаете, вот. Идей. Куча. Знаете, что такое куча? А вы можете нам рассказать вот это объединение? Куча. Реально? Нереально. Нет, куча не надо. Нет, куча была уже у вас. Без кучи. Чтобы вы ему ответили. Я сейчас хотел сначала суть закончить, почему я это рассказываю. То есть люди склонны просто, вот они как жаждут просто, если они попадают в такие ситуации, они думают, что надо, общение-то, когда я говорю. Мы сейчас об общении говорим, что мы общаемся с прахупадой, когда мы слушаем. Это тоже общение, это часть общения, это важная часть общения, когда мы слушаем. То есть это более выгодная позиция, когда мы слушаем, не когда мы говорим, а когда мы слушаем. Но слушаем Бхагавату, мы слушаем Личность какую-то просто, которая знает, что говорит. А если нам нечего сказать, нам надо просто закрыть свой просто вот этот микрофон просто и слушать просто и всё. А людям свойственно просто, он вроде бы говорит, мне нужны как-то, ну, как бы ответы, как я хочу это всё объединить, как бы гармонизировать просто. Но, тем не менее, человек не даёт возможности даже сказать. И мне иногда просто приходилось, это уже в конце, потому что я вначале даже не мог ничего сказать, потому что там шапки такой, и он и говорит, и говорит, и говорит. Я говорю, ну, это потому что опять, и всё, я думаю, ладно, надо сидеть просто слушать. И всё это мимо, потому что это мусор весь просто, вот оно вот, оно не имеет никакой вот, это и так понятно, зачем это всё говорить. Потом, когда я в конце всё-таки попытался что-то сказать, человеку не понравилось, он хочет объединить, не прилагая усилий, он хочет объединить, не совершив жертву. То есть не пожертвовав чем-то. Нет, если я ставлю вопросы, я должен обязательно слушать. Более того, если у меня есть какие-то трудности, я хочу что-то узнать, надо просто задать вопросы, слушать просто с неослабленным вниманием, потому что в этот момент говорит, не человек говорит, Господь из сердца его будет разрешать все наши чаяния. Если у человека вера сильная, если этой веры нет, тогда просто вот эта машина выдает что-то, и мы просто думаем, что он там говорит. Людям свойственно просто выражать свои мысли, теряется бдительность. Есть люди не соблюдают четыре регулирующих принципа, когда я о них сказал, что это нужно делать. Причём я не сразу начал с мясоедения, потому что знал, что это будет просто удар. Поэтому я так технично, грамотно начал с другого, с интоксикацией. Да, да, интоксикация. Интоксикация, согласен вообще. Я говорю, а потом вот это. Подождите, мы не там живём, мы вот здесь живём, а у нас север, а у нас юг, а у нас там восток какой-нибудь, а у нас ещё что-нибудь. Неважно, что у нас, главное, пожалуйста, не трогайте эту больную тему. Она очень ценна, эта тема, я живу на этой теме. Я сам просто состою из этого всего. Просто как вы трогаете мою основу? И мою основу, моя основа, основа всех людей, это мясоедение. Вы подумайте, да нет, неужели мне это ничего? Да нету ничего, Гуру Махараш говорит. Это просто то, что люди больше всего погружаются в сознание, сильнее всего наслаждают чувства языка. Язык это неугомонное, самое трудно обуздываемое чувство. И он сильнее всего сейчас у людей, у демонов, просто у безбожников, испытывает наслаждение именно от мяса просто. Поэтому люди, когда они слышат только об мяса, они сразу бунтуют и даже уходят, убегают, говорят, нет, всё это, в общем, секта. Слушание очень важная вещь, общение, это и есть общение, когда я слушаю, для нас, по крайней мере. Вот мы общаемся с Прахупадой здесь, это наше общение с ним. Если мы хотим, чтобы наш разум стал духовным, нематериальным, нам нужно слушать духовного человека, у которого разум одухотворен просто. И тогда наш разум тоже станет духовным. Мы перенем просто, оно перейдет на нас сразу же. Поэтому мы читаем Прахупаду, вдохновляемся, вдохновляемся, а потом в течение дня живем этим всем. И ни о чем больше не думается, потому что кто-то в наш разум вошел. И хорошо, если это вошел в садху. Не всегда приятные вещи Прахупада говорит, но это особенность садху резать. Садху один из перевозов в садху, тот, кто режет. А иначе как мы тогда отсюда выберемся? Если мы сами не можем, надо позвать доктора, который просто поставит инъекцию и просто отрежет эту опухоль просто. Если мы слушаем лекции Шрилы Прахупады, то же самое мы потом этим жить будем. Целый день будем размышлять об этом. Это не сразу так, конечно, происходит, потому что наше сознание материальное настолько поработило нас всем вот этим безумием. Но раз за разом, раз за разом это лекарство действует. Слушаем Прахупаду, слушаем. Через год мы уже будем мыслить, как Прахупада. Мы будем видеть мир через призму Бхагаватам, через призму комментариев Шрилы Прахупады. Какая бы ситуация ни произошла, мы ее оценим через призму Прахупады, через призму Бхагаватам, через призму Бхагаватгиты, через призму Духовного Учителя. Если мы слушаем, но если мы не слушаем, не читаем этого ничего, то тогда мы будем спекулировать. Любая ситуация, она попадет под нашу спекуляцию. Мы ее как бы оправдаем, так все об этом обухаживаем и будем думать, это реально, вот так и надо. Извините, пожалуйста, можно медленно я буду становиться преданным, не торопиться. Можно как-то у меня еще есть жизнь, можно я пока вот оставлю пока. Ну мяско может быть я перестану как-то есть, ну так. Может быть оставлю еще там яички, рыбку там, птичку, да, как-то так. А все остальное как бы, ну да, я согласен, ну вроде бы как. Ну вот правда еще четвертый принцип, но я о нем не буду говорить пока, как бы вот еще. Ну так в общем, ну как-то вот еще деньги надо зарабатывать, а как же там без мухина. Ну наверное это тоже оставлю пока, я же пока еще только начинающий в принципе. Да, вот это я может быть еще, да. Ну алкоголь, да, конечно, я от него откажусь, вы правы, да. Сигареты, да, я тоже откажусь. Интоксикация, да, откажусь. Кофе, чай, да. Кофе, чай? Не-не-не, подождите, кофе, чай. Причем здесь кофе, чай? Вот этого давайте я оставлю, не трогайте там ее, все. Это о чем говорит? О том, что я пока еще не понимаю, чем я занимаюсь вообще. Я не знаю ценность моей цели, какая моя цель в жизни. Не знаю этой цели просто, поэтому я не хочу в этот ресурс брать на вооружение. Ну говорится, у нас должна высшая цель быть. Шрейс это то, что ведет меня постоянно всю жизнь с большой скоростью. Это сам Кришна, это духовный мир, это мои отношения с ним, это шрейс, это дальняя цель. Если я теряю дальнюю цель, тогда все остальные вот эти цели промежуточные, пресс, они засосут меня сюда просто. Дальняя цель является главным стимулятором. Все, если я буду держать ее в фокусе каждый день, я буду просто, знаете, без поражений проходить все эти препятствия в лабиринты все, выходить буду. Почему? Меня цель ведет. Если я буду чувствовать, что я не успеваю к этой цели, тогда я должен понять, какой ресурс упущен мной, что я просто не беру на вооружение. И где же этот ресурс? В разуме садху. Садху, потому что постоянно держит в фокусе Кришну. Если мы соприкасаемся садху, он нас за собой ведет. Он ведет нас, мы сами не сможем, он прям берет за руку нас, кого-то за руку возьмет, кого-то за плечо возьмет, кого-то за ухо возьмет просто, скажет, ты че, негодяй, ну-ка давай. И прям за ухо потащит просто. В этом принцип садху резать, быть строгим. Если гуру не строгий, Штила Прхупада говорит, что духовный рост останавливается, тогда если нету строгости. А мы думаем, о, что Прхупада здесь постоянно, я не тело, я не тело. Сколько можно уже говорить, вы животные, вы животные, да какое я животное, нет, не буду это читать. Надо чем-нибудь получше почитать, такой вот интересный. Вот, вот в Драупаде хорошо здесь, вон в Драупаде увидел, ашватхама связана веревками, как животное, о, опять животное. Не, не хочу это читать вообще. Да тут куда вот не глянь, тут везде это будет. Надо принять просто это, просто это не относится ко мне. Но если я на это реагирую, значит это ко мне относится, пожалуйста. Просто разрешай свою проблему, изучай, почему, почему это просто вот реагирование-то. Да потому что демонизм внутри еще остается еще. Поэтому наша задача погружаться в Багава, там найти вкус, просто развить вкус. Вкус нужен обязательно, потому что мы не можем жить без вкуса. Вкус это движущая сила. Он двигает нас постоянно. Вкус, ну вкус купаться в речке. Да, вкус многие там вот моржуют, да, например. Это вкус потому что есть. Вкус к алкоголю есть, вкус там к сну есть, к еде вкус есть, к общению вкус есть, к слушанию Багава там вкус есть. Вот наша задача расставить приоритет этих вкусов. И не нужный вкус просто убрать. Потерпеть просто, и он потом сам себя изживет. Но этот вкус, он кроется в уме и в разуме. Либо в слабом разуме материальном, либо в сильном разуме, ну уже духовном. А ум это все подпитывает, он говорит, да, да, вот это вкусное. Вот мы же должны развить вкус Багава там, это очень важно. Все остальное нам откроется. Все остальные вкусы, они сами у нас проявятся, хорошие, правильные, которые будут нас вести. Хари Кришна Вайшнавы, об объединении, да, вопрос был, да, как? Вопрос знаете в чем? Ну, во-первых, вы для нас являетесь, конечно, авторитетом, я думаю, для всех. Поэтому ваше мнение для нас, как бы, очень важно и нечасто с нами приходится встречаться. Второй момент, вы строите, насколько я понял, тоже центр какой-то строите, что-то там вы говорили, да? То есть у вас тоже будет какая-то, ну, что-то, место какое-то и дом какой-то, да? И третий момент, многие, кто-то строит, кто-то мечтает, вот эти сельхозы, артели, какие-то объединения такие. То есть многие хотят, есть силы, хотят работать, но хотят трудиться уже среди преданных. То есть чтобы вот отдавать свои силы, но чтобы это было какое-то, то есть по минимуму возвращаться в материю. В материю, да. То есть вот, что бы вы ему или нам могли сказать? Или как вы будете строить, то есть раз у вас центр какой-то возникает, тоже какое-то место, да? В этом направлении вопрос. Спасибо. Сначала нужно концепцию выработать просто, что хотите, то есть от чего вы вдохновлены, как вы хотите развиваться просто. Прабхупада говорит, что преданные должны жить за городом, а в городе проповедовать. Потому что если преданный живет в городе, не проповедует, он деградирует. Город нужен просто для войны. Скучно? Езжайте в город. Воюйте, проповедуйте, развивайте сознание Кришны. Если нету этой идеи, сматывайтесь подальше оттуда. Я не знаю, режу я сейчас или не режу, но это просто действительность. Это такая действительность. Чтобы создать такую общину, сейчас вопрос об общине идет. Пока, что касается объединения, пока люди не примут Кришну верховной личностью Бога, люди не объединятся просто. Пока они не поймут, что Бог один, мы все его дети, все традиции, это просто разные-разные, просто знаете, настроения просто детей, отец-то один. Пока вот это люди не поймут, что Бог один, это Бог, Кришна, Будда, это тоже Бог, Рама, это Бог, все это, но это одна и та же личность. Вот пока это люди не поймут, они не объединятся. Никакие какие-то механизмы, они просто, они сейчас ущербные будут. Потому что эгоизм людей такой. Знаете, чем отличается животное от человека относительно эгоизма? Прогупада говорит. Животное думает, это мое. Ну это ложное эго, да, я и мое. Вот животное думает, это мое. И сражается за это мое. А человек думает, не просто это мое, он еще думает, это еще и я и мое. Животное не думает, я и мое. Оно думает, это просто мое. Потому что животное не деградирует, животное прогрессирует всегда, по эволюции они растут. Почему? Потому что у них нету «я», а у людей есть «я». «Я» и «моё» еще добавляют туда просто гордость. А животные не гордятся, они просто говорят «это моё», защищают оборону, просто защищаются как-то. И вот люди, у них вот эта идея просто «я» и «моё», она не даст им объединиться просто. Гордость, потому что «я» и «моё», добавляют туда еще «я». Преданные, если хотят создать общину и какое-то общество такое, должно убрать вот это «я». Пусть хотя бы «моё» останется на какое-то время, наша община, да, пусть это будет, да, как бы для сохранения просто как бы. Но вот это «я» нужно убрать. Сначала нужен преданный, то есть всегда будет все крутиться вокруг какой-то личности. Это ведический принцип. Если мы хотим создать какое-то предприятие или организовать какую-то общину или традицию, неважно, какое-то объединение одно, сначала нужно найти того, кто возьмет за это всю ответственность. Один человек должен быть такой, который будет на себе это все нести. Один. Как только такой человек появляется, этот человек набирает себе команду. Это второе. Потому что ему с этой командой нужно будет трудиться, и только он набирает эту команду. Потому что ему придется общаться со всеми, вдохновлять, и он должен понять, с кем это он будет делать. Когда команда наберется, потом ищется Кшеттра третье. Поле деятельности. Где теперь это все будет происходить? И только потом, как люди думают, что это главное всегда, что с этого надо начинать. На самом деле нет, это последнее. Говорится, Лакшми сама придет. Потому что Вишна уже есть. Вишна пришел. Сатва Гуна – это Вишна. Вишна – это сатва Гуна. Что значит? Я просто следую знаниям. Сатва – это также еще и знание. Главное определение сатвы – знание. Я действую в знании. Лидер, команда, Кшетра – это знание. И если оно все есть, это все. Лакшми, говорится, сама придет туда. Она идет за мужем, потому что муж уже там есть. И потом начинает надо действовать. Я тоже так попытался сначала, но у меня ничего не получилось. Лет десять назад. Я попытался что-то это сделать такое. Ничего не получилось. Я пошел на Даршан. Саду Махараш. Он тогда Чудеш на пробующих был. Пришел, говорю, вот вы общину там делаете. Я тоже что-то так вот хочу, что-то такое сделать хорошее, чтобы люди где-то объединились вокруг чего-то, как-то несли миссию, просто несли ценности жизненные людям. Я говорю, что-то я попробовал, и что-то ничего не получилось. Он говорит, у тебя сейчас ничего не получится, потому что ты сейчас пока еще, ну, ты кто такой вообще? Ты хочешь с преданными это делать? Все старше тебя. У каждого преданного свой менеджмент в голове. И он с твоим менеджментом никак не совпадает вообще. Если ты что-то предложишь, твою идею просто вот, просто за одну встречу ее просто всю вот разорвут, просто раздробят ее просто и скажут, что она это все иллюзия. Это все так у тебя, амбиции просто и все твои. Каждый скажет это вот так, вот так, вот так. В итоге ничего не сделается, потому что у всех свое. Все, ну, все. Тхари Кришнаиты. Все. А ты кто вообще? Ты только пришел еще. Ты не посвященный даже. У тебя нету, ни учителя у тебя нету, никого у тебя нету. Но идея твоя очень хорошая, замечательная. Поэтому начни с другой стороны. Набери команду из новых людей. Взрасти их, воспитай их, привей им свою идею. Заботься о них, люби их, создаем условия. И тогда у тебя все получится. И я начал с того момента думать, как же это все сделать? Как же это все сделать? И потом я понимал, что команду нужно набрать очень серьезную, потому что проект очень серьезный. Это не просто детский сад построить. Там или кафе открыть какой-нибудь. Это не просто так. И команда должна быть очень серьезной. Люди должны быть очень серьезные. Я начал думать, медитировать. Кришна, пожалуйста, а как же быть-то? И он начал давать мне знаки. Первый знак был таков. Старшая преданная одна пригласила меня в Гималайи. Она с подругой поехала и одного в бакту пригласила. И говорит, я чувствую, что вы такой человек, аскетичный. Может быть, вы в Гималайи съездите с нами. Мы хотим прокатиться просто тут по святым местам. И я прям загорелся, потому что я когда-то мечтал в Гималайи. И тут раз такой знак. И мы поехали. И пока мы там ездили, я понял одну вещь. Что команду надо набирать, формировать именно здесь. Здесь очень серьезные люди могут выявиться. Я начал возить туда группы. И в этой группе я начал выявлять сильных миссионерских таких людей. Люди миссии. Не люди чувственных наслаждений в сознании Кришны, а людей миссии просто. Раз за разом, раз за разом. Один, два, три человека отсеивались, в хорошем смысле слова, в эту команду. Ну как, приходили. И я начал информировать эту идею. Хотя эта идея, она у меня уже была. Зрела, просто зрела. Потом вокруг меня объединились небольшая группа людей. Где-то около пяти-шести человек таких, которые готовы были вступить в это сражение до конца жизни. Все, команда более-менее сформировалась. Я начал думать, Кришна, теперь нужна Акшетра. Команда есть уже. Все, я готов взять ответственность. Есть команда, я ее подобрал. Более-менее маленькую, но подобрал. И как бы Кришна не сразу дал Акшетру. Сначала Он хотел проверить нас. Он начал давать разные проекты, такие простые, одноразовые. Ретрит провести, проповедь какую-то организовать. Миссию, группу свозить в Гималайю. То есть мы уже этой группой начали делать. И так оказалось, что пока мы в Гималаях организовывали что-то, мы еще вообще даже не команда, мы просто группа людей какая-то, таких энтузиастов. Это еще не команда. Команда, когда получит какой-то бой мощный такой, и справится с ним, с этим боем. Когда трудности придут, реальные трудности, как вот в этот момент мы проявимся как команда. И трудности пошли. Одно, другое, тяжелое, конфликты какие-то, вот эти трения все, шторма. Пришли шторма. И мы в этих штормах просто начали чувствовать, что мы на самом деле не команда. Мы просто вот группа людей, которые объединяются вокруг какой-то вот миссии. Но потом раз за разом отточились. Кто-то отсеялся, да. Кто-то ложно представил себя, что он в команде. Ложные амбиции, эмоции были просто построены из-за этого. А кто-то остался. И вот постепенно, постепенно этот костяк начал вырисовываться. Еще люди начали подключаться, еще, еще, еще. И потом, когда уже где-то нас около десяти человек было таких, стойких уже, Кришна увидел, что да, теперь все, понятно, что они более-менее уже созрели. Теперь кшетра нужна все-таки. Появляется человек и жертвует нам кшетру. Представляете, очень дорогую кшетру. Это уже почти что построенное здание за городом. Вот прям идея, которая была в моем сознании сформирована за городом, в лесу, подальше цивилизации, чтобы это все было. Прям вот, когда человек показал мне этот дом, он свозил, говорит, возьми вот это все просто. Займи, потому что мне это вот никуда. Я это строил для семьи когда-то. А сейчас я понял, я даже не потяну это огромное все. Представляете, четыреста квадратов здание. Ну, двухэтажное. Цоколь. Куда мне это? Я вот один, у меня жена и все. Что мы с этим будем делать? Я знаю, что ты найдешь этому применению. Идеи твои благородные, бери просто. Я прям понял, что так это же как мечта моя просто была. Вот именно вот такое. Ну и Кришна действует. Думаю, ничего себе. Говорю, хорошо. Пришла кшетра. Собрались команды, обсудили все. Распроектировали. Идею вырисовали еще сильнее, еще важнее. Объединились вокруг нее. Кришну туда пригласили сразу. Сразу же, хотя еще ничего не доделано. Первое, что нужно сделать, пригласить Кришну туда. Это его дом. Пусть это будет его дом. Иначе мы осквернимся. Иначе попереругаемся. И я уже видел это все. Все. Пришли божества Панчататова. Заехали туда. Никуда, сказали, не уйдем будешь. Наш дом. Приехал ученик Пархупады туда. Который в Исконе главный. По поклонению божествам. По Хаджаку Дупрабу. Это два близнеца. Вот эти мои пури. Один из них в Омск приехать. Представляете. В какую-то дыру. Там как грумо хоржет. Ему тараканию. Приехать. Приехал к Панчататве туда. Он еще даже не знал. Он шел. Он говорит, это же дом Панчататва. Он еще не заходил. Он еще не знает, что он там. Прямо. И когда он пришел. Вкусил просад. Он говорит, я вкуснее ничего не ел. Потому что там Панчататве с такой любовью предлагается. Прямо с грядок. Прямо там же. Это все. Прямо с земли. Выращено. Просто любовью преданных. Которые там живут. И он просто говорит, я никуда не уеду. Я прямо здесь в алтарной усну. И он лег прям к божествам. Прямо к их стопам и уснул. Прямо. И спал там долго. Не хотел уезжать никуда. Мы подумали, а как теперь это все? Это же все мало. Это же надо расширяться. Это надо гостиницу. Это надо огромную алтарную строить. Потому что людей будет море здесь скоро. Потому что эта идея, она такая миссионерская. Где брать средства? Через какое-то время Лакшни сама пришла. Потому что все принципы соблюдены были. Пришла Лакшми и просто прям. Чуть не расписала нам прям детально. Что, куда, где, сколько и когда вообще. В какой последовательности. Все. Дальше уже не трудно. Дальше просто поддерживать чистоту. Стандарты поддерживать. И отношения. Очень важно развивать отношения. Потому что начинается трение очень сильное. Не слабое трение. Такая динамика развития. Потому что миссия, миссия. Как только мы начали развивать отношения. И в самой миссии уже практически вещи делают. Люди просто начали нести там мешки сахара. Там зерно несут. Там что-то предлагают свои какие-то ресурсы. Люди с машинами. Некоторые даже просто машины отдают. Просто берите. И все. Это панчататтва так устраивает. Потому что их настроение миссии. Вы знаете, что панчататтва это GBC среди всех божеств. Серьезно. Это не шутка. Это просто садху сказал. Авторитетно. Авторитетно. Просто бакта, который жил во Вриндауне. С детства прям. Родился там. И просто сейчас он очень могущественный. И он сказал. Он просто всю эту пхаву знает. И он прям так и сказал. Панчататтва. Где панчататтва? Почему ты не принес на поклонение на утро? С собой возил. Когда мы на одном фестивале были нарадхаштами. И он узнает, что у меня панчататтва. И он панчататтва привез. Я говорю. Хорошо. Супер. Значит фестиваль хороший будет. А я сначала не понимал, что он имеет хороший. И так фестиваль хороший будет. И тут раз утром на мангаларе я не принес панчататтву. Ну в алтарную большую. Как-то там у себя там поклонялся в номере. И все. А он стоит, жаждет, когда откроются шторы. Он стоит. Прославляет. Он раз открывается. И там Джаганатха. Там Радагавинда стоят. Ну маленькие божества. Там Гаурнитай стоят. И Гопал там все. И он раз, раз. А где панчататтва? А я говорю. Там. А что ты не принес? Я говорю. Махараш. Тут столько. Блин. Да ты что вообще. Представляете. Он с мангаларати до конца бхагава там вот такой сидел грустный. Он ничего вообще не танцевал. Ничего. Он как-то вот сидел. Как будто у него знаете жизнь просто вот подкосилась. А так как мы с ним жили в одном коттедже. Мы пошли завтрака после бхагава там. Сидим завтракаем. И я чувствую что что-то я не то. Я говорю. Что за дела вообще? Я что-то не то сделал. Он говорит. И почему панчататтва не принес? И вы представляете он 45 минут мне рассказывал. Кто такая панчататтва вообще? Он такие просто лилы там рассказал. Он такую глубину мне раскрыл их. Вот одна из них. Он говорит. Ты знаешь что панчататтва это просто GBC наше. Просто из всех божеств. Это самый главный управляющий орган. Главный просто. Почему? Потому что Прабхупада именно настроение панчататтвы на запад привез. Гаурнита это Кришна с Баларамой. Они играют просто. Они играют. Конечно они в миссию тоже. Но их главная идея играть просто. Играть вот время место обстоятельства. Кришна лила разворачивают просто. Давит вкус к этому. Так же проповедуют все. Но они вот у них такое настроение. У Жаганатхи одно настроение. У Рада Кришна там настроение. Лакшми Нарайны. И так далее. Но панчататтва они пришли чтобы просто затопить весь мир любовью. Они пришли как спутники. Как команда пришла. Кришна не один пришел. Со всеми своими энергиями говоришь. Сарва Шахти все энергии собрал. И они живут только миссией. Больше ничем. И спокойной жизни не будет. Если панчататтва войдет в вашу жизнь. Имейте ввиду забудьте про спокойную жизнь. Вы будете просто знаете как солдаты. Ну в хорошем смысле слова. То есть вы постоянно будете думать. О чем думает солдат настоящий. Он думает о сражении. Панчататтва всегда думает о сражении. Они не могут спокойными быть. Я иногда уже боялся их везти куда-то. Потому что они прямо на ровном месте могут развернуть просто. Вы даже не знаете что сейчас произойдет. То есть вы постоянно как знаете. Так как на бочке взрывной с порохом сидите просто. Просто вот пример. Просто вы идете чуть в аэропорту. Просто вам с баками. Просто переезжаем там раз в границу какую-нибудь. Таможня. Что там у вас? Я говорю я уже много раз у вас ездил. Вы же знаете. Вы же там в сканере видите что там у меня. Что спрашиваете? Нет открывай. Я думаю ну все начинается. Это значит не просто открывай. Это значит они обязательно кого-то достанут оттуда. Это значит всем покажут. Это как минимум просто. Это все Даршин получат. Это значит все люди которые там неважно. 50 человек, 100, 150 человек которые проходят весь этот терминал. Это значит все замрут остановятся просто. Потому что все должны хоть краем глаза взглянуть на них. Я говорю ну ладно ну вот. Вот открыл показал. Доставай. Я понял ну как обычно может быть одного кого-нибудь. Я говорю ну вот достаньте. Но они обычно Нитянанду берут сразу. Всегда. Вот хоть как не переложи все равно Нитянанду достану. Потому что он самых падших спасает. Самых падших. Господь Читания он не всегда он такой недоступен. Но Нитянанду он говорит пойдем Джагая Матхая спасай. Это самые отвратительные, самые просто ну мерзкие существа в то время были. Идем их спасать. И вот здесь то же самое. И все. Я ему раз одного, второго. Всех доставаю. Выстраивай их всех. И все все пятеро стоят. И тут откуда-то почему-то человек с флейтой приходит. Тут оказывается у преданного Мриданга откуда-то взялась. Откуда ее не было. И тут начинается дым-дым-дым-дым-дым. И Киртон и Караталы достаются. И там на весь этот аэропорт. Харинама уже вовсю. И там никто не против почему-то. Все слушают. Все в экстазе просто. И тут Праса тоже смотрю. Мата же там достает какую-то раздает. Книжки пошли. Все. Бум. Через полчаса все свернулось. Опять все сидим. В зале ожидания. Что было вообще? Как? Тут на ровном месте просто. Они не дадут спокойной жизни. И вот этот центр он так и называется. Пиатисин. Для всех людей. Пиатисин. Для преданных Панча Таттва. Центр. Просветительский центр Панча Таттва. Йога как она есть. Строим сейчас. Сейчас достраиваем. Нам крышу осталось достроить. Ну как. Мансардная крыша. Это алтарная. Громадная. Одна алтарная. Только 400 квадратов. Плоская, да? Плоская что? Ну крыша плоская будет или мансардная? Мансардная. Я не знаю. Я не лезу в эту стройку. Там бакты все делают. Они сами. Я уже доверяю им полностью. Они такие близкие мне люди. Проверенные в боях. Что они вот что хотят. Вот если они говорят надо вот так. Я говорю. Конечно. Вы сами. Вот это энтузиазм. Надо поддерживать их. Ради Бога. Идут Аударедхама про руку. Говорит. Поехали в Южную Индию съездим. С Картики. Поехали. Я говорю. А зачем вы туда едете? Я хочу божества заказать. Панчатату себе. Я говорю. Приехали. Прямо там где наши майпульские делали. Прямо к этим стопатии. В то место прям поехали. И я чувствую вдохновение внутри. Прямо. Аударедхама говорит. Ну мы 50 сантиметров функциональный закажем. Заказали. Он мне говорит. Ты что будешь заказывать себе там? Я говорю. Да буду. Давай заказывай. Я говорю. Давайте нам метр восемь. Как раз нам туда вот чтоб просто так. Воевать так воевать. Сейчас вот делают там эти божества большие. Через какое-то время они придут встанут. И как они встанут это просто потом будет ну вообще просто. Я даже не представляю что это будет. Это будет ядерный взрыв просто будет. Там сейчас строят так что ну все так ну качественно что. Потому что людей ну представляете там 200, 300, 400 человек могут сместиться просто. И все так делают основательно. Ну то есть должна быть идея, команда единомышленников, друзей. В первую очередь это должны быть друзья. Доброжелатели имеется ввиду. То есть все живут одной идеей. Никого ничего остальное не волнует. Все живут миссией просто. Так же все семейные люди кто-то может быть кто-то где-то. Но все живут только одной идеей. Как в Джаганатхапури. Все вокруг Джаганатхи живут. Как в этом Шрирангаме где Господь Вишну сам огромный на планете лежит просто. И там все вокруг него там город построен. Огромный городище просто не знаю там сколько тысяч народ там не знаю там может быть. 100 тысяч людей это минимум живет там. Вокруг всего храма вот так вот кольцами прям стены идут. И здесь живут браманы поклоняются Вишну. Второе кольцо кшатрии живут только. Потом вайши живут там торговые ряды все идут. И потом уже шудры там все вот это все все все. И все грамотно. И все вокруг Вишну живут. Господь в центре. И там просто вы заходите вот в такую атмосферу попадаете. Я просто фонарил когда зашел. Аударь Хамапури говорит завтра будем здесь джапу читать. Прямо вот здесь. У стоп Раману Джачари. Там Раману Джачари уже 900 лет вот так сидит. Представляете. Сидит и ничего с его телом не происходит. Просто в такое мощное шахте от него идет. Мы так как зашел я просто думаю куда я попал. Но там вокруг вот этого всего и крутится. Садху. Господь они все это поддерживают. Потому что в центре миссия. Мне на следующий день пришли джапу читать. Я думаю это нереально просто. И Аударь Хамапури говорит да да. Нереально здесь все. Да да. Потом мы пошли просад вкушать там. Вечером. Восемь часов вечера. Аударь Хамапури говорит я просад сейчас пойду возьму. Я думаю началья юрведы. Восемь часов вечера какой просад. И он подошел. Я думаю может он просто с собой куда то на завтра там еще чем. Или сейчас уже послезавтра мы уже уезжаем в Россию. Может быть на врач кому то что то как то хочет. Он набирает это 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 думаю ничего себе. Потом раз рис берет. Дал берет это все. Ну а это Махапрасад прям с алтаря вишну. Я говорю Аударь Хамапури говорит вы куда? Куда просад вкушать сейчас будем? Сейчас прям? Да. Не понял. И все ли ему такая гора представляете. Вот такая гора у него всего там лежит. И все зерновое представляете. Бобовое такое. Тяжелое просто. Ничего сырого там нету. Все вот такое прям. Где я сижу вообще. Я говорю как это. Ну я тоже там чуть-чуть взял просто ради приличия. И мы сидим. И я думаю мы сейчас в гостиницу пойдем. Он прям там отошел в сторону. Сел прям и все там шарями держал. И под ноль все. И сидит в блаженстве. Он просто в блаженстве сидит. Знаешь почему это им? Я говорю почему? Потому что у меня вкус есть к этому просаду именно. А знаешь почему он у меня есть? Я говорю почему? Потому что я в прошлой жизни здесь был браманом. И поклонялся вишну здесь. И я привязан к этому просаду. Он очень могущественный. Я вкус его с прошлой жизни помню. Я юрведа отдыхаю здесь вообще для меня просто. И у меня вопрос такой в голове всплыл сразу. Я говорю подождите. Вот говорит хам прабу. Если вы в прошлой жизни поклонялись вишну напрямую. Браманом прям вот здесь. Почему вы опять родились? Еще непонятно где. В какой-то Сибири там где-то вообще там. Еще и в семье не вайшнавской просто. И как это понять вообще? Я думаю я застану врасплох наставника своего. А он говорит кто я такой чтобы выбирать где мне рождаться? Пусть Господь за меня решает. Я свою жизнь ему отдал. И если он читает что мне надо там где-то родиться. Я это приму с любовью. Он хочет чтоб я там проповедовал. Я это приму. Да хоть он в ад мне куда отправит. Моя жизнь ему принадлежит. Для меня нету ничего. Мое сердце оно ему давно уже отдано. И если он считает что мне надо родиться где-то там в аду. Какая разница? В чем тогда моя преданность? В чем тогда моя преданность если я думаю что мне надо туда? Пусть Господь за меня решит. Да будет воля его. Я вообще там я плакал сидел просто от таких вообще слов. Какое бахтия у человека скрыто. А внешне это просто доктор аюрведист. Который лечит ветками, камнями там всякими. Геморроями занимается там все это. Его сердце оно отдано Господу давно уже. Вот с такими вайшнавами нужно просто вот общаться, дружить. Он полностью поддерживает наш проект. Полностью он помогает, защищает. Он знания дает. Он сам в этом проекте уже почти что как. У них тоже община строится. Он ведет. Он мне там ругает иногда в письмах там. Иногда наоборот просто. Иногда я его ругаю. Бывает такое. Я говорю, а как вот так? Раз его. И он смиренно принимает. Принимает. Говорит, ну ладно. Хорошо. Вот так вот сделай просто. Я думаю, извините, что я так вам. Нет, нет. Ты должен иногда мне это говорить. Не думай, что у нас отношения односторонние. Не открывает глубины. Потому что есть отношения доброжелательные. Платформа доброжелательности вот этой дружбы. Она должна присутствовать всегда. Даже между гурой и учеником. Но если нету этой доброжелательности, этот процесс несовершенный, тогда люди объединятся. Тогда люди объединятся. Они сами пойдут туда. Придут и христиане, и мусульмане. Они придут как доброжелатели. Поддержат это все. Все. Тогда будет мир. Но сначала надо мир в коллективе нашем. Вот здесь и объединиться нужно. Если вот здесь вот этот бардак, весь вот это все. Вот эта ругань, конфликтная, критика. То кого мы можем привлечь и убедить людей, что нужно объединяться, если мы сами в своем маленьком мирку не можем навести порядок. Вот здесь с этого надо начинать. Меняемся сами, меняется весь мир. Сами объединяемся. Расставляем приоритеты, служения разных. Служим вместе. Кришну в центр ставим. Прагупаду в центр ставим. Гуру в центр ставим. И тогда у нас не будет никаких конфликтов. Тогда идея, миссия она так разовьется у нас. Мы просто даже не заметим, как мы уже в другом мире будем так же проповедовать. Нам проповедь нужна, как битва просто. Это жизнь. Это жизнь. Неважно на каком уровне. Семейные мы люди. Матаж или Прабу. Неважно. Для всех есть место. Как говорится, дороги хватит для всех. Это у путешественников такое есть выражение. Дороги для всех хватит просто. Так же и здесь. Служения для всех хватит. Пока есть такая возможность. Пока Прагупада пришел. Вот это раз в день Брамы. Прагупада пришел. И мы родились на планете, когда Прагупада был. Представляете. Мы этим шахте просто уже обогащены. Надо теперь до конца. Не надо стремиться в духовный мир попасть. Надо создать духовный мир прямо здесь. И проповедовать дальше и дальше. Потом после жизни. Если надо пойти в ад. И в ад пойдем проповедовать. Мы там не будем страдать. Мы в экстазе там будем. Почему? Потому что господь Итаня с нами пойдет туда. Господь Итаня не пришел освободить там. Землю там. Или там Россию какую-нибудь. Или Индию. Он сказал я всю вселенную освобожу. Все. Значит мы должны быть в его армии. Так же идти. В ад не в ад. На райский плодит. Пойдем туда и будем там проповедовать. И Индри будем проповедовать. Еще кому-то там неважно. И Брамиза проповедуем тоже. В Харинаму вовлекем. И будем танцевать вместе. Ну а что. В Харинаме в Индии в Гималаях. Мистик иногда видит. Они говорят. А что это там с вами там. Входит в Харинаме там. Четырехголовые существа какие-то. Ну одно существо. Что это? Это кто? Ну есть там такие. А это что с обезьянным лицом? Что он там с вами тоже танцует как-то? Что-то непонятно. А это что-то на слоне сидит. Непонятно. Тоже вы кстати. И все благословляют почему-то вас. Это как? Ну люди. У них нет знаний кто это такие. Но они это видят просто. У них есть это видение открыто. Мистики. Говорят. Харинам она для всех. И они приходят удивляются. Откуда вот эти люди. Белые люди. Где-то в Гималаях просто. От которых еще мясом воняет. Они Харинамят. И вот это их удивляет очень сильнее всего. Этих всех полубогов. И поэтому они благословляют. Просто и благословляют. Ну вот что значит Югадхарма. В эту эпоху в Кали-Югу Харинама это центр. Это основа. А вокруг Харинама все остальное будет. Харинама это не просто песни и пляски. Харинама это образ жизни. Это миссия. Это проповедь. Это просто просвещение людей. Сострадание к ним. И наша жизнь такая же должна быть просто чистая. Благородная. Как бы такая дружеская. Что мы семья Прахупады. Мы его семья. Пусть Прахупада радуется нашими отношениями. Что мы здесь делаем. Он нам поможет. Все даст. Он говорит. Я все вам дам. Все что хотите для проповеди. Вот все ваши желания исполним. Только пусть это приносит счастье людям. Но как только мы на себе концентрируемся. Сразу кран переключается. Ну перекрывается клапан. Начинаем прилагать усилия. Что-то искать. Искать где-то. Зачем искать. Кришна все даст. Мы должны верить. Кришна даст. Он самый богатый. Кришна не бедняк. У него все есть. Ему нам дать это вот так щелкнуть. Просто чтоб нам насыпать. Вырабатывать стратегию надо. Просто и все. Садиться и вырабатывать. Есть общие вещи. А есть непосредственно. Например здесь какая-то другая бхава может быть. Преданные могут объединяться вокруг какой-то идеи. Но есть общие фундаментальные. Которые для всех одинаковые. Отношения например. Между преданными. Они везде одинаковые должны быть. А миссия может быть иметь какие-то оттенки разные. Кто-то через там храм. Кто-то через кафе. Кто-то через клуб какой-то там. Кто-то еще через что-то там. Через харинаму. Через санкью. От чего люди горят просто. Вот это должно в центре встать. Мы также общину строим на земле. Параллельно. Сейчас люди пойдут как только центр откроется. Люди туда пойдут. Центр образователь на самом деле. Мы хотим людей обучать проповедовать. Организовывать программы. Миссию организовывать. Именно этого нам не хватает менеджмента. В организации проповеди. Вот хорошего, достойного. Все так покрыто там агуна и раджа сам каким-то таким. Все такое вот до конца не выверенное. А люди они уже видят это все. Чем привлекется шудра? Вот шудра пришел на программу. Он посмотрит не ленивые ли здесь люди. То есть что-то делают они как-то вот вообще. То есть как вот эта вот деятельность. Просто не ленивые ли они. Чем привлекется Вайша? Что купить, что продать. Вы знаете? Экономикой. Он посмотрит, понаблюдает как там все это все. Продал, купил, сколько цена. То есть какие там прибыли. То есть вот это все. Как это все организовано. Эстетично ли это все. Вайша. Если он увидит экстаз, он скажет. О, так это моя традиция. Я останусь здесь навсегда. Здесь классно вообще. Но если увидит тамоск, подмутание. Это опять все. Я пойду куда-нибудь. Китайцам пойду просто. На рынок. А чем к шатре привлекется? Идеи. Идеи. Что все воистине. Морются. Проповедь. Дело. Менеджментом. К шатре привлекется организацией. Менеджментом. Руководством. То есть управлением. Да. Заботой вот это вот. Если он увидит этот тамагун, он убежит просто и все. Какая бы философия там ни была. Но если он увидит все грамотно. То, что организовано. Все четко продумано. Все вообще прям безупречно. Он тут же останется и скажет. Я хочу вот здесь развиваться. Мне нравится вот эта атмосфера. Пхавова. Брама чем привлекется? В философии. В философии. Ему не нужно это все. Он будет сидеть слушать. Если грамотно философию подаст. Он скажет. Это мое. И останется тут. А Вайшнав чем привлекется? Чистотой. Отношениями. Чистотой отношений. Потому что наша главная жизнь. Главная цель жизни. Это отношения с Кришной. Слуга. Слуги. 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 Это отношения. И вот он все может это увидеть. Даже если он увидит во всем там агуну. Но если будет хорошее отношение. Этот человек останется. Потому что он с прошлой жизнью уже занимался Вайшнавской деятельностью. Почувствует это опять родство. Вот это близость. Дружбу. Отношения. Уважение друг к другу. Ценность друг другу. Останется. И мы хотим вот эти все в нашем центре. Вот эти все стороны просто обновить. Сделать их просто безупречными. Гуру Махараш говорит. Мы должны идеально быть одетыми. Идеальная философия. Идеальный менеджмент. Идеальное сотрудничество. Что все должно быть чистым. Безупречно чистым. Тогда люди придут. Харе Кришна Вайшнавы. Шри Сута Госвами сказал. Драупади увидела Ашватхаму, связанного веревками, как животное. Он молчал из-за совершенного им позорного убийства. Обладая кротким нравом, природной добротой и женской мягкостью, она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать Брамову. Глава называется «Наказание сына Дроны». Шимат Бхагаватам ки? Шила Прагупагада ки? Джен. Нита Игора Примананды. Харе Криго. Харе Криго.